Сегодня ровно неделя с того дня, как киевские силовики вошли в оставленный ополченцами Славянск. Как раз этим временем датирована история, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев в Ростовской области. Она говорила о публичной казни. Женщина называлась Галина из Славянска, матерью четырех детей, уроженка Западной Украины. День недовольства родственника вызвала то, что ее муж ушел в ополчение. Разговор с Галиной оставил сложные чувства. Вы сейчас сами поймете, почему. Разум отказывается понять, как подобное вообще возможно в наши дни в центре Европы. Сердце не верит, что такое вообще возможно. С другой стороны, вот он ее рассказ. Центр города – это площадь Ленина. У нас горы с полкомы, с одной стороны, это единственная площадь, куда можно согнать всех людей. На площади собрались женщины, потому что мужиков больше нет. У женщин, у девушек, стариков вот этих и все. И это называется показательная касть. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, в трусиках, в футболке. Как Иисуса, на доску бьявлене, прибили. Один прибывал, двое держали. И вот это все на маминых глазах. Маму держали. И мама смотрела, вот это все, как ребенок исчезает кровью. Крики, вызовы. И еще так взяли, вот сюда, надрезы сделали. Не покажется. Чтобы ребенок мучился, там невозможно было. Люди сознание теряли. А потом маму, после того, как полтора часа ребенок мучился, умер, вот это все происходило. А потом взяли маму, привязали до танка без сознания и по площади три круга провели. А круг площади километр. Вам, особенно после этого интервью, грозит большая опасность. Правильно ли я понимаю? Я как предатель Родины, потому что я родом из Закарпатской области. Мне же моя мать сказала, ты приедешь, я тебя сама расстреляю. И на заваре я расстреляю. У меня две расстрельные стачи. Не надо было просто забудуть, что дети. Я за себя не боюсь. Мне жалко детей. Мне детей жалко. Если бы честно, не дети, я бы сама взяла оружие и пошла в ополчение. Это не украинская армия, не освободители, это твари. Они когда вошли в город, там ни одного ополченца не было. Они стреляли по городу. Мародерством занимались. Фашисты так не делали. Фашисты. А вот это восстали. Восстали правнуки СС Галичина. Потому что я родом из Закарпатия. У нас рассказывали бабушки старые, что фашисты так не делали, как эта группа СС Галичина. Они местные, они с местными издевались, жен насиловали, детей убивали. И вот это все восстали, вот эти их правнуки. Восстали, кажут, с пекла. Возродились обратно. Вы не боитесь говорить об этом? А пускай весь мир знает, как они издеваются над людьми, потому что никто не верит. Никто не знает. И вот эти, что фосфорные бомбы, это что мины осколочные, что дети приходили, приносили и ежики, и шипы, и что только не находили. И вот эти все трупы, что лежали, что уже собирать некуда было, морг не работал. Вот эту всю вонь, разогающую тело, это же никто не поверит. Потому что там не было, никто не видел. Это для них, это дикость. У меня, как вчера ночью, сегодня ночью стреляли, у меня ребенок даже в ухо не пошел. В ухо. Потому что это для них уже привычный стук. Молодец там, младший, 6-7 лет, мам, что, бомбят, скажу, да, сынок. И дальше. Спать. И дальше. Вот вы так смело открыли свое лицо, сказали свое имя. Вот вы не боитесь разве? Потому что уже за 3 месяца, я же и кажу, я в камень стала. На что вы надеетесь? Ведь понятно, что когда-то это закончится. Дайте нам свободу. Русских нету. Русские не воюют. Это обычные работяги, шахтеры, труженики восстали, потому что уже и все. Сколько можно кровь без человека. Мы все люди. Мы все одной крови. Не надо делить нас. Все мы. Да, есть и среди нас, и среди других. Ну, как бы, есть плохие люди. Я не скажу, что мы все делаем. Да. Мы люди. Всегда надо. Не войной идти, а договариваться. Слово. А слово доброе всегда побеждает. Спасибо вам большое, что вы согласились нам все это рассказать. И удачи.